Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 11 марта, предлагаю рассмотреть валютные пары австралийский и новозеландский доллар. Эти пары в последние дни снижались в рамках коррекции и к текущему дню начали подавать признаки окончания этой коррекции. Вполне вероятно, снижение подошло к концу и впереди нас может ожидать новая фаза восходящего тренда. Итак, давайте посмотрим подробнее. И вот ожидаемое снижение в австралийском долларе все же состоялось, как и предполагалось в прошлом обзоре. Пара не протестировала сопротивление на уровне 0.78.55, оставшись ниже и закрепившись ниже уровня 0.78.13, откуда и начала нисходящий импульс, который достиг верхнюю границу целевой области, буквально слегка задев ее на уровне 0.76.22, после чего повторно коснулась его и начала расти. В целом сценарий можно считать исполненным успешно, а судя по текущему восходящему движению, которое отыграло почти все предыдущее снижение, вернувшись в зону последней коррекции, не исключено, что перед нами первая волна новой фазы роста в рамках общего тренда. Вполне вероятно, нисходящая коррекция на этом могла закончиться. И вот на актуальном графике данные ожидания еще требуют уверенного подтверждения, поскольку текущий рост может оказаться лишь глубокой локальной коррекцией, а не разворотом. Таким подтверждением станет закрепление в нынешней ценовой зоне с возможной коррекцией в район поддержки на 0.76.77. В этом случае последующий отскок от нее даст сигнал на возобновление восходящего импульса, который нацелится в область между 0.78.94 и 0.79.34. А вот отмена текущего сценария состоится в случае дальнейшего снижения и закрепления ниже разводного уровня на 0.76.22. Новозеландский доллар идентично снизился, как и предполагалось также в прошлом обзоре. Локальная коррекция с ретестом уровня сопротивления на 0.73.18 в этой паре также не состоялась. Цена закрепилась уже под 0.7258, откуда и началось снижение, тем самым достигнув целевую область. Здесь отработка более уверенная и четкая. Цена несколько раз проторговала ее и после закрепления отскочила, после чего начала уже рост. В данной паре также состоялся возврат к изначальным позициям, откуда было начато последнее снижение, что может означать окончание коррекционной фазы и возобновление основного восходящего тренда. Ну и наконец на актуальном графике подтверждением намерения на продолжение восходящего движения станет способность цены закрепиться в текущей области с вероятным ретестом уровня поддержки, ожидаемой на уровне 0.7177. В случае последующего отскока из этой зоны с формированием заходного импульса, пара может нацелиться в область между 0.7354 и 0.7390. В свою очередь отмена текущего сценария состоится при продолжении снижения и закреплении ниже разворотного уровня на 0.7130. А на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok